Передается ли облысение по наследству и как можно этого избежать? Проблема аллопеции актуальна для большинства мужчин. Путем многочисленных исследований ученым удалось найти виновника активного выпадения волос. Это ген облысения, определяющий состояние и здоровье волосяного покрова, программирующий время и частоту выпадения волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Исторический факт об аллопеции проблемы облысения волновала мужчин с древних времен. Как подтверждение, в исторических книгах и документах можно найти множество заметок о первом медицинском справочнике древнего Египта 1500 год. ДН.Э. Зафиксирован уникальный рецепт от облысения. Состав этого средства потрясал необычными ингредиентами – жир змеи и кошки, сало гиппопотама, крокодила и дикого тигра. С началом XVIII века в благородном обществе появилась мода на парики. Новшество было связано с тем, что молодой король Алуи Хайви хотел скрыть факт чрезмерного выпадения волос. Королю было 24 года. В 1916 году американскими учеными разработана теория о том, что гена Блэйсинья наследуется ребенком, будучи еще в утробе матери. В 1959 году после многочисленных исследований проведена первая операция по пересадке волос. Чуть позже, в 1961 году также американскими учеными представлена новая теория о том, что выпадение волосяного покрова и заболевания сердца тесно связаны между собой. В 1976 году в Америке открыт первый клуб для лысейших мужчин. Этот факт подтверждает, что проблема активного выпадения волос актуальна и требует более детального рассмотрения. В 2005 году немецкими исследователями доказана теория генетической наследственности Аллопеции. В 2009 году озвучена новая теория о том, что развитие Аллопеции провоцирует чрезмерное употребление фастфуда. Научная трактовка отсутствия полной информации о механизме развития облысения послужила благодатной почвой для разработок множества теорий. Большинство предположений, неподкрепленных научной базой требует дальнейшего изучения Аллопеции – заболевания зрелых мужчин. Это ошибочное предположение. Все дело в том, что процесс Аллопеции, начавшийся в 20 лет, становится заметным только к 30 годам. В 2005 году немецкими учеными был обнаружен ген облысения в х-хромосоме и передается от матери к сыну. Однако тремя годами позже аналогичный ген был зафиксирован в хромосомах, передающихся по отцовской линии. Итог, ген облысения передается как от матери, так и от отца. Частая стрижка – хорошая профилактика Аллопеции. В отличие от волосяного покрова бороды, которой при частом бритье становится только гуще, шевелюра на голове лишена такой особенности. Частые стрижки не спасают от раннего выпадения волос. Длительный стресс провоцирует Аллопецию – неоднозначная теория. Утверждать, что стресс провоцирует активное выпадение волос нельзя. Но нервное перенапряжение резко ухудшает работу внутренних органов и систем, что сказывается на состоянии и густате волос. Как передается ген облысения наследственная, генетическая Аллопеция – патологический процесс активного выпадения волос, спровоцированный особым геном облысения. Ученые детально проследили наследственную связь между представителями мужской линии рода. Отмечено, что ген облысения передается как по цепочке дед-отец-сын, так и по материнской линии от матери к сыну. При этом сама женщина не страдает от Аллопеции, она является только переносчиком гена. Научная теория гласит, что ген облысения и СОКС-21 передается через поколение. Активизировать процесс выпадения волос могут следующие факторы – заболевания внутренних органов, стрессы, алкоголь и курение, неблагоприятная экологическая обстановка. Человек не может выбрать, быть ген облысения или нет. Но в его силах самостоятельно решить проблему Аллопеции и предотвратить развитие этого процесса в будущем. Полезные видео «Исторические факты об Аллопеции». Проблема облысения волновала мужчин с древних времен. Как подтверждение, в исторических книгах и документах можно найти множество заметок. Первом медицинском справочнике Древнего Египта 1500 год. ДН. Зафиксирован уникальный рецепт от облысения. Состав этого средства потрясал необычными ингредиентами – жир змеи и кошки, сало гиппопотама, крокодила и дикого тигра. С началом XVIII века в благородном обществе появилась мода на парики. Новшество было связано с тем, что молодой король Аллуи Хайви хотел скрыть факт чрезмерного выпадения волос. Королю было 24 года. В 1916 году американскими учеными разработана теория о том, что ген облысения наследуется ребенком, будучи еще в утробе матери. В 1959 году после многочисленных исследований проведена первая операция по пересадке волос. Чуть позже, в 1961 году также американскими учеными представлена новая теория о том, что выпадение волосяного покрова и заболевания сердца тесно связаны между собой. В 1976 году в Америке открыт первый клуб для лысейших мужчин. Этот факт подтверждает, что проблема активного выпадения волос актуальна и требует более детального рассмотрения. В 2005 году немецкими исследователями доказана теория генетической наследственности аллопеции. В 2009 году озвучена новая теория о том, что развитие аллопеции провоцирует чрезмерное употребление фастфуда. Научная трактовка отсутствия полной информации о механизме развития облысения послужила благодатной почвой для разработок множества теорий. Большинство предположений, не подкрепленных научной базой, требует дальнейшего изучения аллопеции – заболевания зрелых мужчин. Это ошибочное предположение. Все дело в том, что процесс аллопеции, начавшийся в 20 лет, становится заметным только к 30 годам. В 2005 году немецкими учеными был обнаружен ген облысения в х-хромосоме и передается от матери к сыну. Однако тремя годами позже аналогичный ген был зафиксирован в хромосомах, передающихся по отцовской линии. Итог, ген облысения передается как от матери, так и от отца. Частая стрижка – хорошая профилактика аллопеции. В отличие от волосяного покрова бороды, который при частом бритье становится только гуще, шевелюра на голове лишена такой особенности. Частые стрижки не спасают от раннего выпадения волос. Длительный стресс провоцирует аллопецию – неоднозначная теория. Утверждать, что стресс провоцирует активное выпадение волос нельзя. Но нервное перенапряжение резко ухудшает работу внутренних органов и систем, что сказывается на состоянии и густате волос. Как передается ген облысения? Наследственная генетическая аллопеция – патологический процесс активного выпадения волос, спровоцированный особым геном облысения. Ученые детально проследили наследственную связь между представителями мужской линии рода. Отмечено, что ген облысения передается как по цепочке дед-отец-сын, так и по материнской линии от матери к сыну. При этом сама женщина не страдает от аллопеции, она является только переносчиком гена. Научная теория гласит, что ген облысения СОКС-21 передается через поколение. Активизировать процесс выпадения волос могут следующие факторы – заболевания внутренних органов, стрессы, алкоголь и курение, неблагоприятная экологическая обстановка. Человек не может выбрать, быть ген облысения или нет. Но в его силах самостоятельно решить проблему аллопеции и предотвратить развитие этого процесса в будущем. Полезные видео облысения – как остановить выпадение волос на голове у мужчин и женщин. Главные причины выпадения волос.